Кумир Хорса Кумир Хорс Кумир Хорс Тогда Хорс выступает скорее как бог осеннего солнца Но чаще все-таки Хорсу отводит роль бога именно зимнего светила Почему же он славянами так почитался, что Владимир его идол воздвиг в Киевском пантеоне среди основных богов Руси? Дело в том, что Хорс по некоторым версиям олицетворял надежду, а именно луч солнца во время власти Чернобога, то есть зимы Выходит то, что Хорс, как светлый бог, борется все время с столь сильным противником, как Чернобог, в отличие от остальных богов Солнца Те властвуют в весь период, когда власть Чернобога отступает или ее вовсе нет Значит ли, что Хорсу сложнее из всех богов Солнца давать людям тепло? В любом случае, существует еще другая версия, что связывает Хорса, Герилла и Дождьбога Герилла – это также бог, олицетворяющий весеннее солнце Но тут он проявляет его живительную силу для всей природы Дождьбог – это воплощение силы солнечного света, которое побеждает тьму и освещает весь мир яви То есть так называемый белый свет Хорс – это желтый солнечный свет, который дарует людям счастье, радость И который способствует их труду и плодородию Земли Кстати, те же источники упоминают и Семаргулла, который там считается хранителем небесного светила И призван особо защищать именно эту триаду солнечных богов – Хорса, Герилла и Дождьбога Согласно одной из теорий, Хорс является сыном великого рода и приходится братом Велес Вторая теория утверждает, что солнечный бог был рожден в союзе бога Ра и богини Волыни, владычицы океанской Супругой для этого слонянского бога по основным ресурсам стала Заря Зареница, богиня Утренней Зари Она родила богу Хорсу двоих детей, дочь – Радуницу и сына – Денницу О последнем народе поговаривали, что богиня Зареница его зачала и понесла не от мужа своего, а от месяца, с коим в дальнейшем бился Хорс Интересно, что вместе со своей женой Зарей Зареницы, Хорс, как говорилось, вырастил бога Калиду, а также Авсине, когда их матерь и жена Дождьбога Майя Золотогорка навечно ушла в мир Найф Впоследствии дочь Хорса, Радуница, по некоторым версиям стала супругой Калиды и родила сына Радигаста К слову, если вернуться к битве с Месяцем, есть источники, кое говорят, что Хорса предки часто называли богом ночного солнца, другими словами – Луны Вот тут и начинается путаница Исследователи полагают, что бог Хорс после битвы мог отобрать у Месяца право быть свободным и подчинил его себе Другие же предполагают, что предки наши вновь так видели сопротивление Хорса власти Чернобога То есть периоду ночи, проявление света в тьме, как солнышко зимой Такой вот он бог Хорс Надеюсь, что люди будут больше интересоваться славянскими корнями Удачи! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok